Последний день весны, первый день ЕГЭ. В среду стартовала сдача основных предметов единого госэкзамена. Во всех ивановских школах очень оживленно, в коридорах толпа выпускников. Только в 23-й гимназии собралось 207 человек. Учащиеся из шести образовательных организаций три часа будут писать математику, базовый уровень. У нас в гимназии работают 15 аудиторий и также созданы условия для детей с особыми образовательными потребностями. Контроль в пункт приема экзамена суровый, металлодетекторы, проверка паспортов. С собой школьники могут принести только ручку, карандаш, бутылку воды, шоколадный батончик или фрукт для поддержания сил. Все лишнее изымается на входе в пункт приема экзамена. Проводят металлодетекторами, требуют изъять телефоны, без всякой электроники, только ручки и паспорт. Полная серьезность. Нельзя крутиться, не вертеться, просто смоешь листки и все. В самом пункте приема экзамена обстановка еще более серьезная. Везде блоки подавления связи, которые глушат любой сигнал. То есть ни позвонить, ни загуглить у учеников не получится, даже если им каким-то чудом удалось принести мобильный телефон. В аудиториях камеры видеонаблюдения, которые фиксируют каждое движение экзаменуемых, даже если ученик долго держит руки под партой или уронил ручку, но наблюдатель делает пометку в специальном протоколе. Контрольно-измерительные материалы, а проще говоря задания, печатают в присутствии 11-ти классников. Присылается диск с зашифрованными кимами. Чтобы расшифровать ким, нужно авторизовать два ключа у двух разных людей, у технического специалиста и у члена ГЭК. То есть один из ключей получается за полчаса до начала экзамена. То есть утечки никакой быть не может. И еще плюс, что при детях печатаются задания. Перед экзаменом выдают черновики. Каждый листок со специальной печатью. Выходить из кабинета можно только по одному. Исключительно в сопровождении наблюдателя. Списать точно не удастся. Сами участники рассказывают. Справиться с волнением, пожалуй, сложнее, чем сдавать сам экзамен. Уже сдавала информатику. Сложно настроиться, собраться и поверить в себя перед экзаменом. А когда уже получаешь задания, кимы, уже легче становится. Работы школьников отправят в Центр оценки качества. Результаты ЕГЭ по математике школьники узнают 14 июня. А впереди у выпускников экзамены по выбору. Следующие обязательные по русскому языку. Пройдет 9 числа. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.